Прямо что-то необъяснимое сегодня происходит. Я второй раз за сегодня снимаю видео в таком разговорном формате. Время 10 часов вечера, завтра вставает в 7 утра, но я справлюсь, наверное. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу рассказать, сколько денег я трачу в Америке каждый месяц. Мне нелегко удалось решение снять видео на эту тему, учитывая, насколько многих бомбануло под видео про салат за 7 долларов. Но я очень надеюсь, что большинство будет все-таки тех, которые смогут адекватно принять эту информацию. Это видео будет полезно тем, кто, соответственно, планирует переезжать в Америку, чтобы вы примерно понимали, что ожидать, какие здесь цены, сколько денег брать с собой на первое время. Я постараюсь как можно детальнее рассказать о своих затратах. Я живу в штате Миннесота. Не буду называть город в целях безопасности, но это один из лучших районов Миннесоты. До недавнего времени я жила одна, поэтому для меня было очень важно найти район, город с самой низкой криминальностью, с самой высшей безопасностью, с адекватными соседями. Также я люблю, когда до ресторанов, магазинов можно добраться пешком. Люблю относительно новые, приятно выглядящие здания, поэтому я выбрала этот район. Я все еще снимаю студию размером 620 квадратных фитов. Здесь напишу, сколько это в метрах. Аренда которой обходится мне 1520 в месяц. Это новый комплекс, соответственно, здесь внутри квартиры есть стиральные машинки и сушилки, что для меня было очень важно. Также я снимаю гараж за 100 долларов в месяц, что для меня очень важно, потому что, как я уже говорила, я за безопасность. И мне необходимо, чтобы я заезжала в теплый гараж, за мной закрывались ворота. И кроме меня и жильцов этого комплекса больше в гараж и в принципе в комплекс никто не мог войти. У меня есть домашнее животное, точнее собака, за которую тоже необходимо платить аренду 50 долларов в месяц. Страховка квартиры, это в случае, если я затоплю соседей или затопят меня, 10 долларов в месяц. У меня также есть машина. В Америке, в принципе, невозможно без машины, только если вы, конечно, живете в центре города, что вообще небезопасно. На моем канале есть короткое видео на тему машины, если вдруг вам интересны все детали. Но 430 долларов я плачу за саму машину, около 130 долларов в месяц за страховку и где-то 85 долларов примерно два раза в месяц обходится бензин. Но это учитывая, что офис от моего дома находится в пяти минутах. Следующий это мобильный телефон, безлимитный интернет, безлимитные звонки, смски. Я почему-то думаю, что в Америке только такие лимиты существуют. Я плачу 65 долларов. Интернет для дома стоит 50 долларов в месяц. Тайм-аут! Я вернулась. Почти забыла про коммунальные услуги. Примерно 10 долларов я плачу за воду. 12 долларов берет комплекс за мусор. За свет я плачу около 40 долларов. Зимой, скорее всего, около 50-60, потому что используется центральное отопление. Также у меня в квартире есть газ. Если я не ошибаюсь, он используется для нагревания горячей воды. И за него я плачу около 80 долларов. Это самые базовые затраты. Здесь еще даже нет еды. Вы, конечно, можете найти квартиру подешевле, но, скорее всего, она будет не в самом лучшем районе. Я не говорю, что он будет небезопасный, просто это не будет самый хороший район. Есть вероятность, что в вашей квартире подешевле не будет стиральных машинок. Иметь гараж не обязательно, если вы чувствуете себя комфортно парковаться на улице. Конечно, вы можете взять машину старую с пробегом, но не забывайте, что, скорее всего, вам ее придется постоянно ремонтировать. И это на данный момент тоже невыгодно. Не думаю, что вы меньше можете платить за телефон. Без интернета, думаю, тоже можно прожить. Опять же, если у вас квартира в более новом комплексе, скорее всего, в конференция-комнате будет бесплатный интернет. Продукты. Мне очень сложно рассчитать стоимость цены продуктов, потому что я не часто готовлю, не часто покупаю продукты, но знаю, что продовольственная корзина на неделю у обычного потребителя 100-150 долларов. Я, повторюсь, не очень люблю готовить. Если вдруг приходит волна желания что-то приготовить дома, я покупаю продукты на один раз. Обычно это 25-27 долларов, что случается со мной 2-3 раза в месяц. В основном я питаюсь где-то. Это не обязательно полноценный ресторан. Я могу съесть салат из кафешки, салат из магазина, что стоит от 7 до 11 долларов за раз. Рестораны я тоже посещаю 2-3 раза в неделю. Каждый раз обходится мне 50-60 долларов. Раньше у меня была кофейная зависимость, и каждый раз перед работой я заезжала в Starbucks и брала себе стакан кофе. Сейчас я, в принципе, не завтракаю. Беру Starbucks только по выходным, но это полноценный завтрак, то есть стакан кофе, круассан или сэндвич, что стоит около 11 долларов. Я даже не хочу считать, сколько получилось, и это не полноценный список, потому что, конечно, я перечислила самые базовые необходимые потребности и не посчитала развлекаловки, но у каждого они свои. Напишите в комментариях ваше мнение, тратите ли вы больше или меньше, считаете ли вы, что это вполне адекватные и ценные потребности. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.